Озвучено Яндекс Спичкит Мать ребенка Олега Сенцова раскрыла горькую правду об их отношениях. Мать третьего ребенка Олега Сенцова рассказала, какие на самом деле у нее отношения с режиссером и бывшим узником Кремля. Журналистка и активистка Юлия Бабич, которая раньше старалась не афишировать отношения, высказалась после того, как Сенцов назвал их отношения неудачными. Об этом девушка рассказала на своей странице в Facebook. По словам Юлии, она долгое время молчала о личном, чтобы оберегать репутацию отца и ее ребенка. Однако не выдержала, когда Олег первый начал высказываться. Режиссер назвал отношения с матерью Эммы, так назвали девочку, которая родилась накануне Нового года, неудачными и непродолжительными. Я не люблю говорить о моей личной жизни, потому что это моя личная жизнь, но некоторые факты требуют разъяснений, чтобы не происходило недоразумений. В прошлом году у меня родилась дочь Эмма. С ее мамой у меня были неудачные и поэтому непродолжительные отношения. Весть о появлении будущего ребенка появилась, когда они уже закончились. Но дети ни в чем не виноваты. Их нужно любить всегда, даже если родители не живут вместе, написал Сенцов. Юлия Бабич рассказала, что на странице отца ее ребенка она заблокирована. У Сенцова теперь есть другая женщина, а в жизни Эммы он участие почти не принимает. Видел несколько раз за 3,5 месяца. Правда исправно присылает финансовую помощь первого числа каждого месяца. А вот деньги на ведение беременности Олег Сенцов давать отказался. Я не знаю, есть ли у Эммы папа. Он до сих пор называет отношения, от которых родился ребенок, ошибкой. Его не было всю беременность. Он отказался помочь финансово с учетом беременности. С деньгами помог человек, против которого он так упорно публично выступает. Он появился перед родами, на которые не успел, потому что у него были важные встречи. Побыл минут 10, пишет Юлия. И хотя Олег признал дочь, дав ей фамилию и отчество, Уже через две недели после рождения ребенка, исчез из жизни малышки и его матери, причем с другой женщиной. Тогда Юлии понадобилась срочная операция, после чего она уже не смогла вернуться к грудному вскармливанию. На первый Новый год дочери, ей было две недели, он поехал с женщиной, с которой начал встречаться сразу, как узнал о беременности, пить просека в Одессу. И потерялся на несколько недель. Именно из-за его отсутствия Эмма была лишена грудного вскармливания. «Мне не с кем ее оставить, и мы потеряли драгоценное время», – операция, – добавляет Юлия. Несмотря на то, что произошло между Олегом и Юлией, мать Эммы хочет, чтобы папа был в ее жизни, однако пока не видит взаимного желания. А когда она написала, что Эмма заболела, вообще была заблокирована в Фейсбук. За все 3,5 месяца жизни Эммы, он видел дочь несколько раз. «Последние раз 3 марта. Когда я написала, что его дочке плохо, он заблокировал меня в Фейсбуке. Возможно, чтобы я не расстраивалась, когда я читаю его такие правильные посты о том, что нет ничего важнее здоровья ребенка. Но почему-то не своего ребенка», – пишет Юлия и добавляет. «Каждого первого числа он присылает Эмме финансовую помощь. Это его обязанность. Но все равно благодарны, что не приходится напоминать. Напомним, что Олег Сенцов воспитывает двух детей, которых ему родила жена Алла. С женой он развелся в 2016 году, и она осталась жить в Крыму. Дочка Алина родилась в 2002, а сын Владислав – в 2004, у мальчика аутизм. О рождении дочери Олег Сенцов поделился радостно на своей социальной странице в начале февраля.